Всё, я в эфире, я в эфире, в ВКонтакте, вот здесь, и в Ютюбе, на веб-камере. Сегодня, обычно я в ВКонтакте присутствует, потому что я сейчас запустила пробную. Здесь не сохраняется, я потом ссылку продублирую, если не будет сохраняться, то есть, какое-то время. Интересно и удобно писать комментарии мне именно ВКонтакте. Сегодня я делаю книгу, называется «Гаранос», и эта часть называется «Туда и обратно», то есть «Гаранос, туда и обратно». Сегодня я планирую, я вообще вычетку, смотрю в экран своего компьютера, вычетку онлайн, для того, чтобы на слух проверить и услышать какие-то ошибки, какие-то разночтения. В прямом уме это удобнее всего, потому что ты слышишь, глаз зашоривается, что-то замыливается, тем более мозг наш устроен так, что он... Так что, если вы что-то услышите и скажете, а такого слова не существует, а у меня здесь много неологизмов, пишите, и я онлайн делаю коррекцию. У меня одна вычетка была самая такая интерактивная, когда у меня прям девушка так мне помогла, столько она мне вот на слух вот этого... А я могу назвать лицо, а не мордочка там, вместо ноги, а не лапы, то есть вот какие-то вот вещи иногда опечатываешься, и всё это вот как раз на слух хорошо. То есть я даже, прочитав сама, соглашаюсь с этим, а мне пишут, какие ноги! И задавайте вопросы про планы, про всё, в конце трансляции с вами поговорим. Главное вовремя. Такая глава была, она называлась Оно вовремя, про бревно. Оно вовремя там называлось. Что-то я водой не запасла. Ну ладно, уже не будем дёргаться. Глава первая. Главное вовремя. Глава первая. Главное вовремя. «Радиация!» — поскликнул Фрейд. И небольшая дверь открылась вовнутрь. «Я не знаю, но он так вечно ругается!» — сказал Фрейд. Заглянул в сапоги. «Я не слышал!» — сказал Макс. И сделал шаг вперёд по длинному тоннелю. «Потому что он...» «Тебя умным!» — «Обычно он говорит так тем, кто, по его мнению, затупил радиация в твоей голове!» — изобразил Фрейд голос. «Я не пойду!» — испугнул Макс. «Отсеки!» — был узкий, но вдруг расширялся и открылся ещё один отсек. предметом. Что было понятно? Так это когда половина где-то прямо на донышке... И даже щёлочки не было, чтобы подобраться. «Надо...» «Чтобы подобраться...» «Возможно...» «Надо разбирать стену!» «Теперь понятно...» «Теперь понятно...» «Изучать было что?» «Каждая вещь — загадка, но больше всего...» «Но больше всего Макса...» «Под этим прибором была панель с кнопками...» «Макс начал нажимать...» «Два одинаковых треугольника...» «На второй один треугольник...» «На третий два...» «Две параллельные толстые линии...» «На четвёртой...» «Опять два одинаковых треугольника...» «Но повёрнутых в другую сторону...» «На пятый минус...» «На шестой плюс...» «Пиад одним...» «Под ними», «длинный треугольник...» «На седьмой нарисован ширм...» Дальше были четыре треугольные кнопки, расположенные так, что образовывали ромб. Последняя кнопка была круглой, внутри нарисован еще один круг, внизу перечеркнутый черточкой вверх, начинающийся от середины кнопки. Когда нажал Макс на последнюю круглую, то вдруг на приборе появилась картинка. Макс и Фрейд замерли и начали рассматривать. Это цифры по порядку, каждая означает раздел. Макс начал рассматривать внимательно панель. Это похоже на стрелки, догадался Макс, и начал нажимать на треугольники. Точно, вверх, вниз, вправо и влево. Макс наблюдал, как после каждого нажатия вокруг соседнего числа появляется квадрат, а в предыдущем числе он исчезал. Это выбор, а как активировать, задумчиво сказал Макс, рассматривая кнопки и пытаясь понять логику. Что активировать, спросил требовожно Фрейд. Не знаю, ответил Макс. Может, тогда не стоит, испуганно сказал Фрейд. А зачем же мы сюда пришли? А зачем же мы пришли сюда? Ага, местами поменяем. А зачем же мы сюда пришли? То есть так вот, я так вот разговариваю. Опасные кнопки, любой бы инженер как-то выделил, чтобы привлечь внимание. Не бойся, это что-то, что хранит информацию. Почему они думают треугольником? Почему они думают треугольниками? Это направление, рассуждал Фрейд Макс. Информация внутренняя, это скорее всего в сторону, какое-то действие сбоку. Две черточки, это не движение вперед, точно. Попробуй один треугольник. Макс нажал на экране, появилась картинка, откуда-то стал доноситься голос. Урок номер шесть. По выживанию в космосе. Шимы замерли. И голос спокойно продолжал. Не и, а голос. Шимы замерли, запятая, а голос спокойно продолжал. В открытом космосе живые существа находиться не могут, так как не способны выжить в условиях вакуума. Отсутствие воздуха без температурного режима и высокой радиации. Корпус космического челнока имеет... Макс решил попробовать дальше нажимать на кнопки и выбрал кнопку с изображением... И выбрал кнопку с изображением Шимы. Сферический корпус позволяет выдерживать внутреннее давление. Бумнил монотонно голос. Послышался странный виск и голос Джерри. Здесь огромный Шим, помогите! Фрейд и Макс рванули на помощь. Голос продолжал говорить. Обшивка удерживает температуру внутри челнока. Покрытие отражает радиацию. При этих словах Макс и Фрейд бежали к входу. Увидели испуганного Джерри, который на что-то указывал перед самым... Так как происходит образование ионов, наручающих нормальное течение биохимических реакций живого организма. Говорил монотонный голос и дверь опять открылась. Друзья бежали наружу. ...центр отсека. По центру стоял большой белый Шим и говорил. Он был полупрозрачный и немного мерцал. Макс медленно стал ходить, подходить к нему. ... ... пытался дотронуться. Но его лапа прошла внутрь Шима. Вот как раз преимущество Ютьюба в том, что... У меня сейчас картинка выведена, если кто хочет смотреть в Ютьюбе. Это картинка. Но только объемная. ... закричал довольный... ... довольный Макс. Не бойся! Подойди! Он не настоящий! Джерри и Фрейд тихо... ... не так быстро уходит от тела. Вак вытягивается из тела. Как он появился, спросил Макс. Он ел, а тут как голос... Сферический корпус. Сферический корпус. Я закричал. Я вскочил, смотрю, а этот вырос из ниоткуда. У меня есть догадка, сейчас проверю. Макс побежал обратно и на пульте нажал на кнопку с изображением Шима. Ну что, бежал обратно Макс. Исчез, растерянно ответил Джерри. Как будто, не веря своим глазам, ходил по месту, где только что был огромный Шим. Исчез, сматривался... ...выключить. Макс побежал обратно. Что выключить? Крикнул вслед Джерри. Фрейд начал рассказывать, что... Фрейд начал рассказывать, что находится там за дверь. И вернулся к друзьям. Пора возвращаться, сказал Макс. Я думаю, для первого посещения достаточно. Возьмем с собой зерно и попробуем добраться до болот. Возможно, ее уже не стало со временем. Хотя емкости должны были быть герметичными. Или мы не нашли, где она. Придется идти так. Здесь оставаться еще хуже. Мик с Фрейд и Джерри вышли из шара. Петельгейза как будто обрадовалась, что опять вернулись те, кого можно хорошенько зажарить. Неожиданно друзья услышали гул мотора. Скоро показался пимолет. Он сделал круг и что-то сбросил. Раскрылся парашют. И медленно неподалеку спустился в сундук. Друзья побежали к нему. В сундуке была вода, еда и снегоступы. Какой микс молодец! Все, что надо, положил. И главное, вовремя обрадовался. В рюкзаке парашют Макс аккуратно положил в сундук, который пока решил оставить. В снегоступах оказалось идти не совсем удобно, но все же быстрее, чем перекладывая доски. И, а со временем, друзья приноровились так, что практически научились с них бежать. Они очень торопились. Им надоело пустыня. Их распирало желание всем рассказать про увиденное. И какое-то предчувствие гнало их. Мгновенно началась гроза, ускоряясь каждую секунду. Кхе-кхе-кхе. Да что ж такое. Друзья буквально успели перескочить за границу пустыни, как дождь пошел стеной и сградом. Прячась по дереву в Невпе, они сложили три шляпы вместе и прижались друг к другу. Защита сработала. Градинки не пробивали три слоя бамбука и отскакивали и скатывали со шляпы. И, скатываясь со шляпы, стали выстраивать вокруг друзей стену, там, где только была. Вода посмотрела растресканную поверхность. Теперь она была гладкой и жара спала. А вот уровень воды на болотах поднялся, и многие корни теперь были под водой. «Теперь понятно, откуда резко приходит вода на болото», – злорадно сказал Фрейд. «В это время шимы всегда ждут этого потопа. Когда мы сюда шли, все торопились, укрепляли свои поля. Кто не успел, болотная, отравленная, нефть и вода испортит урожай». Так, глава первая. Прочитанная. Что здесь, какой факт я выделяю. Я сейчас буду смешанно факты читать. Значит, по девятой части. Вот смотрите. Здесь идет описание приборной панели. Вот сейчас уже прошло поколение, которое не знает старые приборные панели на видеоплеерах, на телефонах кнопочных, еще так далее. И они уже не понимают эти символы, а мы к ним в свое время привыкли. Но нас кто-то как будто научил. То есть первый раз кто-то читает инструкции, это кнопка для того, а это кнопка для сего. И ты начинаешь понимать. Но вот у меня, например, на клавиатуре тоже есть кнопка перемотка, запуск, включение. То есть есть такие кнопки. Некоторые символы просто интуитивно понимаешь, а некоторые не до конца. А если у тебя нет инструкции, и ты с другой планеты, наша символика насколько понятна другим. То есть какую мы логику заложили. И вот интересные, например, кнопки, как зарождалась эта символика, что лежит в основе. То есть мы к виду этой привыкли, а вот что за ней зарождалось. Вот про это факт. Про это будет факт. Символы на приборах. Кнопка включения, ребятушки. Вот кнопка включения. Все ее прекрасно помнят. То есть какая-то вот такая штука, какая-то вот такая поперечина. Это что она означает? Почему именно так нарисована? Почему она круглая? То есть остальные кнопки практически все квадратные. А кнопка включения, она почти всегда круглая. Она редко бывает квадратная. А если она квадратная, то в ней вот этот вот кругляшок, палочка. Вот. Как мороженка на палочке, только перевернутая. Да? Или как дуванчик перевернутый. Вот на что это похоже? Вот у вас какие ассоциации? Какие у вас первые ассоциации, когда вы на это смотрите? Значит, кнопка включения. Как же на самом деле? Символ, обозначающий кнопку включения электронного устройства, знаком всем. Ведь именно с него начинается работа подавляющего большинства электроприборов. Впервые его прототип можно было увидеть на военной аппаратуре времен Второй мировой войны. То есть это очень старый символ. Однако в то время его смысл был неочевиден. По причине, которую мы расскажем ниже. И повсеместно он стал применяться гораздо позднее. С того момента, когда в обиход вошли интегральные микросхемы, которые начали появляться примерно в конце 60-х годов прошлого века. Электрическое состояние и работа логических элементов характеризовались уровнями сигнала на его входах и выходе. Сигнал логических элементов характеризовался сигнал небольшого или нулевого напряжения. То есть нулевое напряжение – это ноль, уровень которого не превышает некоторые значения. В соответствии со сдвоичной системой с числением было принято назвать логическим нулем. А сигнал более высокого напряжения по сравнению с логическим нулем – это логическая единица. То есть ноль – единица, единица – ноль. Так компьютеры работают. И раньше в микросхемах, то есть сильный ток дали, слабый ток дали. И вот слабый ток – это ноль, сильный ток – это единица. И таким образом разделяли кодирование информации единицы ноликов подачей тока. Сейчас всё так же работает. Только там свет включён, выключён, если это световой сигнал. И эти простые символы послужили наглядным обозначением включено-выключено. То есть ноль – выключено, ноль. Включено – единичка. Вот. То есть у тебя было две кнопки – включено, выключено – ноль и один. Понятно? А эти простые символы послужили наглядным обозначением «выключено» и «включено». Но если взять последующие модели этого же завода, которые практически отличались под воздвижением, надо заметить, что режимы включения обозначались как ноль и один. То есть ноль и один. Палочкой и в это. Включен – выключено. А на некоторых приборах прям писали «вкл» – «выкл». Прям буквами было на советских приборах. «выкл» – «вкл». Прям буквами писали. Объединив эти два символа, мы получили знакомый всем знак логотип кнопки. То есть нолик, в него единичка, и вот получился вот этот вот символ. Вот как он получился. Вот откуда логика. Официально стандарт обозначения кнопки «включение» устройства был утвержден в 1973 году в Международной электротехнической комиссии. Знаку в виде вертикальной линии на фоне разорванного круга было дано несколько расплывчатое определение. Состояние ожидания «stand by power state», что позже другая организация, занимающаяся стандартизацией в электронике, обозначила «и-е-е-е-е». Упростило это определение, сократив его просто «дэк-пауэр», «питание». И на некоторых было тоже «power». Даже доскольник сообразит, какую кнопку на плеере нужно нажать, чтобы запустить фильм. Так, это что за активность у меня тут. Символы на всех устройствах воспроизведения одни и те же. Треугольник для запуска, две вертикальные линии, это пауза и так далее. То есть мы сейчас к этим привыкли. Вот почему пауза – это две вертикальные линии, а треугольник – это запуск. Почему мы думаем треугольниками, да, как Шимрик наш спрашивает. Большинство подобных символов родились в 60-х годах прошлого столетия. В эру катушечных магнитофонов. Как любые другие обозначения на электронной аппаратуре, рисунки над кнопками имеют вполне логическое объяснение. Например, кнопка play обычно показывается в виде треугольника. На бобиновых кассетных магнитофонах подобный треугольник был нанесен на механическую кнопку таким образом, чтобы указывать острием направление движения магнитной пленки. То есть треугольник показывал, что в эту сторону крутится. магнитная кнопка. То же самое оказалось и обозначение функции перемотки. То есть в какую сторону крутится, в ту и перемотка была. А сейчас ты включаешь, у тебя ничего не мотается. То есть раньше бобина, она крутилась. И в какую сторону показано было. То есть ты нажимаешь play, крутится в эту сторону. Ты нажимаешь перемотку, это две кнопки, то есть ты ускорена в эту сторону. И, соответственно, треугольники там, в эту сторону два треугольника. Значит, в эту сторону перемотка. Тоже касалось перемотки, для которой использовался двойной треугольник. Кнопка паузы обозначает в большинстве современных проигрывателей в виде двух вертикальных черт. К сожалению, точной информации о том, что подразумевает такой рисунок, нет. Однако есть несколько очевидных предположений о ее появлении. Наиболее вероятным нам представляется ассоциация с термином цензура. В нотной записи цензура выглядит как две параллельные, слегка наклоненные линии. Не совсем то же самое, но как знак паузы. Очень похоже. И кнопка записи, иногда кнопка остановки воспроизведения полностью окрашивали в красный цвет, делая таким же цветом установленные обозначения над ним. Эту моду ввел Даттер Рамс, главный дизайнер немецкого бренда Браун. Добавить цвет. Вот все это я и рассказываю в первой главе, что Шим тоже так считается, да, это наш Макс, что треугольники это направление, да, то есть мы сейчас это считываем определенным образом. Хотя уже сейчас перемотка это не механическое движение вперед, как вот раньше эти стрелки обозначали. То есть мы уже привыкли к этим символам. Так же, как, например, вот я сейчас смотрю на клавиатуру, у меня есть динамик. И то, что я вижу динамик, как он нарисован, например, вот в телефоне он уже так не выглядит для меня. А так выглядели динамики, которые, ну, большие были, да, то есть ассоциация. Или нужно, или в колонках такие динамики. Ну, символ динамика также, лупа символ. Домик, что вернуться назад. Домашняя страница, главная страница, домик. Кажется нам тоже логичным, да? Ну, вот пишите ваше мнение. Думали вы когда-нибудь, почему кнопка Power так выглядит? Вот такие вот факты. Так, возвращаемся к прочтению главы, глава вторая. То есть я вот в каждой главе вот по фактику вам собираю. Вот если бы. Что теперь делать? Вот была мысль в голове Макса и Фрейда, пока пробирались через болото и леса обратно. Что теперь делать? Приду домой и залягу в гамак. Никто меня с места не сдвинет. И ясно знал, чем займется Джерри. А классные же мысли вернуться и поваляться. Все ясно и понятно. Я буду валяться. Стэнсин меня со своими походами. Макс в голове проигрывал разные сценарии и пытался придумать последствия. Все, что он придумал, в результате заканчивалось плохо. У Фрейда была одна мысль. Все рассказать, и Шима узнает, что им все врут, и тогда все закончится хорошо. Джерри не видел конца своему занятию. Он только не мог дождаться, когда оно начнется. Лежишь, покачиваешься, ловишь рассеянные лучи, пробивающиеся сквозь листу. Новый бамбук уже вырос, и только необходимость поесть иногда прерывала ненадолго его занятия. Вот, если бы было такое устройство, которое подавало еду по требованию, сначала выбираешь, что хочется, а потом она к тебе приезжает, и труба с водой поднёс стакан, течёт хоть холодный. Нет, лучше ледяная, а хочешь горячая. Сейчас бы чайку, мечтал Джерри. Вот, если бы мне подольше побыть в шаре, чтобы никто не отвлекал, посмотреть все записи, внимательно изучить устройство, прилететь только уже на дирижабле, а если понадобится что-то для исследования, инструменты, приборы, да и шимы, где-то у нас шипы были через И. Так, где-то у меня тут что-ли, придётся проверкой потом проверить. Да, вот он с изображением через... Ой, у нас. Ладно, придётся потом проверять. что так? Ладно, прервались. А почему? А если понадобится что-то для исследования, инструменты, приборы, да и шимы нужны, как подмога, всё привести, организовать исследования на месте, но разрешат ли белые шимы? А почему у них я должен спрашивать разрешение? Они прилетели неизвестно, откуда ещё будут свои правила устанавливать. Макс почувствовал, что разозлился, но причину этого он не мог никак объяснить, а мысленно пытался себя успокоить. Может, сначала случилась авария, и они вынуждены были здесь пригораниться. не специально же они поселились на болотах, но откуда они? Что такое космос? Это далёкий город? Почему там так опасно? Даже если так, то зачем скрывать? А может, никто ничего и не скрывает, а просто сами не знают, как здесь очутились? Может, и сами не знали, как здесь очутились? Жили в отсеке несколько поколений, потом дверь открылась и вышли на оружие и стали жить. Ну, почему не показывает никому шар? Ни своим шимом, ни нам. Макс то успокаивался, то опять от недопонимания и множества вопросов вопросов начинал злиться. «Вот если шима узнает, они больше не будут слушаться господина Брацелли и ему подобных, захватили богатство несправедливо, построили свое благополучие на незнание шимей. С самого начала они знали, как выживать, их кто-то научил, захватили все зерной и разделили несправедливо, себе досыта, а другим впроголодь!» Фрейд торопился и сочнял речь, которую будет говорить на площади. На берегу около домика Фрейда и Джерри их ждал парус Микса. Микс отправил корабль после своего прилета, когда убедился, что с Максом все в порядке и он возвращается. Когда друзья показались на берегу, Микс ужасно обрадовался, он переживал больше всех. Во-первых, он один знал, куда они отправились. Так, запятаем. Какое это опасное путешествие! Ему не с кем было поделиться своими тревогами, а наоборот приходилось всех успокаивать и вселять уверенность. Миксу приходилось врать, что это он не умел и не хотел. Также он волновался, что белые шимы как-то прознают про их затеи. И как в этом случае быть, не с кем даже посоветоваться. Он чувствовал свое одиночество так сильно, как никогда. Но все же раскисать он себе не давал. В какой-то момент Микс понял, что от него много зависит и начал продумывать, чем он может поддержать своего брата и друзей. Отдохнув немного, друзья устроили совет, как им поступать дальше. Надо обязательно все рассказать белым шимам и снять с них гнет этих господинов. Нетерпеливо говорил Фрейд. Но тогда нам могут помешать исследовать шар, возразил Макс. Господин Барацель уже продумал, что он будет говорить, если шар обнаружится. Даже твой справедливый гнев он обернет против тебя самого. Пока мы не владеем всей информацией, то нам подсунут красивую ложь. Нет, надо тянуть время. Да забери себе шары и следуй. Белым шимам главное его показать, беспечно сказал Фрейд. Забрать с собой, удивился Макс. А что подхватил Микс? На! Где режапе его? Подцепите делов-то! Мы не знаем его вес, задумался Макс, но судя по конструкции он из прочного и легкого материала, если только попробовать два баллона. А у тебя есть два баллона? спросил Микс. Микс есть, спокойно сказал Макс. Тогда надо пробовать, улыбался Макс. Микс, Макс и Микс на парусе Микса очень секретно прибыли на полевой берег. Баллона они погрузили на парус Миксы, а вот емкости с водородом отправили на парамаксе. Именно их разгружали грузчики, когда господин Баранцель ругал их за неосторожность. Он не знал, что это не пустые бампи из-под Невпи. В них спрятаны металлические емкости с водородом. Затей была опасная, но решили, что надувать баллоны будут на лесном берегу. ведь корзина на нем, а летать на тирижапе через реку означало привлекать лишнее внимание. Пегарику дали строгий инструктаж. Во-первых, уверять всех, что Макс еще не вернулся. Во-вторых, погрузить секретный груз на грузовипе и доставить Фрейду и Джерри домой. Операцию провели под носом господина Баранцелли, и ни у кого не было подозрений. Разгрузка выглядела обычной, и он спокойно уехал домой, когда загрузили парамакс, и только спокойно отправился обратно. Присоединить два баллона к корзине было не так уж сложно. На дирижапе они за час пролетели расстояние, которое так долго преодолевали друзья пешком. Дольше обматывали канатами шар, а когда дирижапе сбросил лишний воздух, то шар податлив поднялся. Макс решил, что полетит над городом Балопе, чтобы показать, что он все знает, и ему нечего скрывать. Чем, зачем делать крюк? Больше быть незамеченным у него не было цели. господин Баранцель бежал в дом. Жизепина, я возьму твою явь, и мне срочно нужно на полевой берег. Вот если бы я рассказал все Максу, думал господин Баранцель, мне нужно было еще немного времени. Я даже не мог представить, что Макс сможет увезти шар, как будто сам Гаранос помогает ему. Роман со мной беспокоится об моей простуде. Спасибо за здоровье мое. Очень приятно. Но пока я не очень переживаю, у меня все проходит. Я мажу Маськой, спасибо. Вот. Уже все, чуть-чуть осталось, она уже исчезает, эта простуда. Но неприятная эта вся процедура, было очень холодно у нас здесь, просто какая-то вообще аномальная сначала жара, потом резко похолодало, но ночью минус у меня вот так организм не выдержал этих перепадов. Макс летел и не видел, что несколько капель упало из шара и выжгли все вокруг живое, так, где падали и выжигали. вокруг все живое, там, где падали. Так, значит, факты по второй главе. У меня хорошее настроение. Да. Потому что у меня все двигается вперед, потому что мой художник все нарисовал. Гамак. Про гамак я решила написать. Гамак изобретен южноамериканскими индейцами, оказывается, задолго до открытия нового света, испанцами. От индейцев технология изготовления перешла к европейцам, которые стали широко применять гамаки на кораблях в качестве подвесных койк. А я думала, они всегда были эти подвесные койки. А оказывается, только после посещения Америки. Вот так. Колумб впервые познакомился с гамаком, путешествуя в Америку. Изображения гамаков были найдены на стенах местных пирамид в заброшенных городах этой древней цивилизации. Известно, что первые гамаки индейцы плели из коры дерева хамак. Отсюда пошло название гамак. То есть это дерево так называлось, хамак. Ну, не знаю, наверное, типа нашей лозы. Такое гибкое какое-нибудь оно. Первым делом полезность данного изобретения оценили баряки. И гамаки занимали минимум места, и их легко было прибрать в дневной период. А главное, они помогали избавиться от морской болезни. Ведь человек, который спит в гамаке, практически не ощущает качки. Гамаки стали изготовлять как из полотна на основе хлопка или льна, так и из рыболовной сети. Так гамак получил распространение в Европе. А в середине 18 века в Бразилии гамак становился изысканным предметом интерьера. Многие богатые плантаторы на своих фазентах вывешивают на показ роскошные полотняные гамаки, украшенные причудливыми рисунками и бахромой. Вот я прям хочу такой вот бахромой с каким-нибудь рисунком. Сейчас все такие гамаки простые какие-то. И в конце 20 века появляется новый вид гамаков туристический. Он изготавливается из легкой прочной синтетической ткани, имеет более износостойкую характеристики по сравнению с традиционными гамаками на основе хлопка и льна. Глава 3. Здесь не место. Капля упала на одной из полей Риспи. Еще одна капля на площадь города Балопи в центральную клубу. Одна капля упала в бамбуковые рощи Фрейда и Джерри. Еще одна на отмель мокрых шимей. Одна на край плантации молочных деревьев, где были деревья старейшин. Макс отправился на Питаю. Там удастся разобраться с шаром горным инженером. Ему показалось будет лучше всего. С горными инженерами. С горными инженерами. И там разобраться с шаром горными инженерами. И с шаром, и с горными инженерами. Ну вот. Ему показалось будет... Вот, наверное, вот так. Переставлю. Ему показалось будет лучше всего там. Разобраться с шаром и показать... Разобраться с шаром вместе. С горными инженерами. Вот так. Я хочу деньги. Бедненький. Бедненький Яросыл. Вам... Что означает ваше имя? Хочу деньги. Деньги надо не хотеть. Деньги надо зарабатывать. Что их хотеть? Вот хотение... Не прибавляется деньги. Вот я сижу, пытаюсь... Видите, вот книгу пишу. Теперь вот вычитываю. Вот кто-нибудь ее купит. Может, я заработаю. Мой такой труд. Писательский. У вас должен быть другой какой-то труд. Тем более вы, наверное, мужчина. Мужчинам летом так легко заработать деньги. Руки есть. Сила есть. Если бы у меня была мужская сила. Яросыл. Рыскуль. Мужская сила. Горы можно свернуть. Вот. А если к мужской силе ум, логический, сильный мужской ум, приложить, как их не будет денег. Они будут сразу. Деньги будут. Яросыл. Я вам обещаю. Вы их заработаете. Так. Ну, Макс только... Так. Макс пригоранил шар на обучающем треке для пимобилей, так как участок был ровный, и с него удобно отцепить канаты, стоя на трибунах. Но Макс только успел. Но Макс только успел спуститься по веревочной лестнице с кабины. Как прибежал в озвученный бронди. Это что такое? Зачем ты его сюда притащил? Убирай отсюда эту громадину! Кричал бронди. Макс не ожидал такой реакции. Он считал, что все необычное вызывает любопытство. Это твое очередное изобретение? Убирай его отсюда! Продолжал кричать бронди. Пи-пи, бронди! Поздоровался Макс. Это не мое изобретение, а находка. Мне надо изучить, что это. И я... Не надо изучить, что это. И я не могу один с этим справиться. Если ты зайдешь внутрь, то поймешь, что такое наши шимы еще не могут придумать. Бронди внимательно посмотрел на шар и немного смягчившись сказал. Все равно здесь ему не место. А где тогда? Мне нужны инженеры и астронома нужно позвать. Не так вот. А что ты делаешь? Мне нужны инженеры. Надо позвать астронома этого сумасшедшего Бруни. Может, к нему и отправить сразу этот шар? А у него там есть площадка? Да, около обсерватории. Да и вопросов меньше будет. Кто ее охранять здесь станет? А там лишних никого нет. Хорошо. Но мне надо заправиться. Я спущу веревку. Передай мне бипину. Макс вздохнул и залез обратно на дирижапи. Забравшись, он полетел в сторону Питая. Еще одна капля упала из шара на асфальпе. Бронди посмотрел и не поверил своим глазам. Капля стала разъедать асфальпи и сделала в нем дырку. Это еще что такое? Надо показать Химпи. Удивленно смотрел в образованную ямку Бронди. Микс слышал об обсерватории, но мало кто мог про нее рассказать хоть что-то. Бронди жил там один. И к нему можно было добраться по старой механической канатной дороге, которую приводил в действие сам Бронди. Раз в неделю он по ней отправлял корзину, в которой писал список нужных вещей, и ему их накладывали. Шемей здесь не был уже давно. И столько тайн привлекало Микса. Он с нестерпением ждал, когда они полетят. И он обо всем расспросит астрономам. Макс очень приблизительно знал, куда лететь, и медленно огибал гору. Вот вдалеке показалось плато, на котором стояла обсерватория. Макс с трудом управлял дирижапи из-за восходящих горных потоков между хребтами горы Питай. Он уже устал от полета. И когда у него наконец получилось приземлить шар, он был настолько несказанно рад. Микс и Макс слезли по веревочной лестнице и начали привязывать дирижапи. К ним подбежал взъерошенный шим. Что это вы делаете? Убирайтесь отсюда! Здесь не место для посторонних. Пипи, меня зовут Макс. Это шар вы ждали всю свою жизнь. Он прилетел из космоса. Скажите мне, что такое космос? Да. Скажите мне, что такое космос? Обсерватория. Что такое обсерватория? Блондинка. Так, какие-то у меня тут люди. Откуда вы взялись? Не мои подписчики, называется. Ко мне пришли не мои подписчики. Да, hello. Из Бразилии. Интересная аватарка, когда вы так вот, только глазами, как будто вы в мир заглядываете. Блондинка. Блондинка. Обсерватория. Обсерватория – место, откуда человек может обозревать звездное небо. Как и все изобретения человечества, обсерватории меняли свой образ вместе с развитием цивилизации. С изобретением телескопа, итальянским ученым Галилея Галилеем в 1609 году, чтобы можно было следить за объектами на звездном небе, потребовалось сделать крутящийся купол с проемом для наблюдения. Да, то есть основа обсерваторий. Speak English? Yes, I do. Но не буду. Так. Прервалась. Я читаю, а не speak'ую сейчас на английском. Потреповалось. Так. Самым первым среди них были Парижская 1667 год и Гринвичская 1675 год. До сих пор считающаяся одной из самых крупных обсерваторий мира. Наряду с угломерными инструментами в этих обсерваториях использовали большие телескопы-рефракторы. В России первая частная обсерватория была сооружена в 1692 году в Холмогорах, близ Архангельска, усилиями архиепископа Холмогорского Афанасия. В этой обсерватории астрономической вышкой служила колокольник Каменного собора. Для современной обсерватории необходимы определенные условия – прозрачность воздуха и отсутствие засветки. Астрономам пришлось искать на Земле горные регионы, в которых количество ясных ночей в году соотносилось с финансовыми затратами на постройку новой обсерватории. Самая большая и самая известная у них – обсерватория Мауна-Кеа, распороженная недалеко от вершины вулкана, 4205 метров на Багаваях. У меня Мауна-Кеа, кстати, в книге про кита. Мауна-Кеа, есть, там она у меня, поминаете, расположенная недалеко от вершины вулкана, 44, так. В космический век закономерным шагом астрономов стало создание орбитальных обсерваторий. В космосе нет понятия, где ночи, значит, наблюдение можно вести круглосуточно. Нет проблем с непогодой, следовательно, можно наблюдать круглый год, нет искажения изображения и движения воздушных масс. Поэтому количество визуальной картинки самое четкое. Самая известная орбитальная обсерватория НСТ или космический телескоп Хаббл. Хаббл знают все. Я не художник, я писатель и поэт. Я читаю сейчас книгу свою. У меня в моей группе, с которой я провожу трансляцию, я публикую стихи. Вот, поэтому... Интересно, у меня какие-то люди тут появились. Глава 4. Делиться информацией с тем, кто готов. Химпи с неохотой взял пробу. Он не хотел выходить из своей лаборатории. Его отрывают от важных дел для какой-то, по его мнению, ерунды. Но тут вариантов множество. Таких веществ, которые могут растворить асфальт, не так уж мало. Химпи закрыл коробочку с грунтом и продолжил недовольно говорить, как будто отчитывал двоечников. Ну и я сделаю анализ. Но по итогу реакции не до конца возможно определить первичное вещество. А само вещество возможно получить? Это капля с аппарата, который притащил сюда Макс. Он на нем улетел, ответил Бронди. Ну пусть пришли, образец, невозмутим, сказал Химпи. Только аккуратно. Нужна особая пробирка для едких веществ с герметичной крышкой. Давай свою пробирку. Я ему перешлю, сказал Бронди. Так бы и сразу. Взял пробирку, собрали и принесли в лабораторию. — Зачем только отвлекать меня? — ворча шутил Химпи. Макс, Микс и Бронди целыми днями смотрели записи на корабле. Миксу поначалу нравилось, но потом порядком надоело. — Скучно просто слушать, — пожаловался Микс. — Тогда записывай, — серьезно ответил Макс, который исписал уже две тетрадки. Но это было еще скучнее для Микса. И он начал шарить по кораблю. Он представлял себя капитаном и стал отдавать приказы неведомой команде, нажимать на кнопки, изображая работу двигателя, что быстро было пресечено Максом, и его выгнали играть в белые отсеки. Там он тоже придумал все игры, где он главный или героический персонаж. Макс и сразу обнаружил пробирки и записку Бронди среди переданных вещей. А когда наткнулся над Никс, то был удивлен. И, прервав просмотр, побежал к Шарлу. Никс удивился. Когда он дрался с космическим монстром, ему пронесся брат. Недолго соображая, он помчался следом. Макс обходил шаг по кругу и внимательно осматривал его снизу. Но ничего подозрительного не находил, пока ему в глаза не бросилась странная щель в скале под Шаром. Она начиналась от ровного круглого отверстия около Шара и тонкой нитью шла до его лап. Макс пригляделся и увидел на обшивке небольшое повреждение, которое было похоже на то, что было чем-то проделано. Больно четкие края у него. Макс побежал обратно и крикнул на ходу Никсу. «Не подходи к Шару! Это опасно!» Макс не знал, что делать. «Опасно, значит, интересно!» И засунуть свой нос в дырку очень хотелось. Но, с другой стороны, можно побежать за Максом. И там тоже будет что-то любопытное. Макс уже не был глупым шеменком. И мог сдержать опасное любопытство. Он рванул за братом. Макс одевал переданный химпи химзащитный костюм. И это произвело на Микса сильное впечатление. Он-то знал, как химпи, и не любил его. А уж раз он нужен, то дело серьезное. Макс при полной защите подошел к Шару и начал разрезать аккуратно обшивку. Он нашел небольшую трещину и засунул мне специальную длинную пипетку, переданную химпи. Нажал на грушу на конце пипетки. И когда стал потихоньку отпускать, то внутрь втянулось немного жидкости, которую Макс выдавил в пробирку и закрыл герметичной крышкой. Макс сел в дирижапе прямо в химкостюме и полетел к мастерским. Там он сразу помчался, не выпуская пробирку к химпи. Химик был занят своими опытами, как всегда. Но Макса он... На Макса он не прореагировал, и тот ходил за ним по пятам, по лаборатории, с вытянутой в руке пробиркой. Пока химпи всё-таки взял пробирку, непринуждённо он что-то с чем-то смешал, добавил туда жидкость из привезённой пробирки, нагрел комбу, дым повалил по каким-то спиральным трубкам, собрали их с яркой розовой жидкостью, опять что-то капнул. Жидкость обесцветилась, химпи начал что-то писать, потом петь. Потом взял ещё что-то и в новые пробирки намешал, и уже начал смотреть на них. Макс ждал, и тут он понял, что химпи уже делает что-то другое. «Так что я за вещество привёз?» спросил с нетерпением Макс. «Да сними ты этот химпи в костюм, что ты в нём стоишь?» сказал удивлённый химпи. Макс снял и повторил вопрос. «Что это за вещество?» «Ты про что?» «А, про это!» как будто очнулся от своих мыслей химпи. «Это подтверждает мою теорию». Химпи как будто сказал всё и опять занялся своим делом. «Какую теорию?» Макс понял, что надо быть настойчивее. «Я уже её описал», отмахнулся химпи. «Когда написал? Где написал? Что в ней написано?» Макс не знал, хорошо ли задавать сразу много вопросов одновременно, «Будет ли так эффективно выдаваться всё необходимое из химпи?» «Или собьёт его с толку?» Химпи пошёл обречённо и вскоре из топки тетради вытащил из глубины одну. Полистал её и сунул Макс. «Вот здесь», – оказал химпи на страницу, списанную непонятными словами. «Что здесь? Я не понимаю, с возмущением сказал Макс. «Объясни!» «Когда я исследовал нефпи, то предположил, что молоко из дерева моника является его основой, только с добавлением грибрила. И ещё химпи отвлёкся, договорил медленно, погружая свои опыты, спустя смотря на очередную пробудку. Там всё написано. Возможно, моника и нефпи – это одно и то же, только корни питаются разными минералами». «Так почему об этом ты ничего никому не сказал?» – возмутился Макс. «А никто не спрашивал». «Я всё пишу, приходите, читайте». «Для кого всё это?» Химпи показал на кучу исписанных стопок в тетради. «Кому нужна информация, тот сам должен её добывать. Я не обязан обо всём докладывать. Да и кому? Я должен хватать первого попавшегося Шима, и всё ему рассказывать, что я открыл, как это применить. Сначала надо найти того, кто поймёт хоть немного, то, о чём я буду говорить. У кого хоть чуточку знаний, чтобы переварить всё, что я мог бы ему рассказать». Макс опешил и понял, что бесполезно спорить. Что спорить бесполезно. Решил, что стоит спрашивать о том, что важно сейчас. «Так это топливо?» спросил Макс. «Да, я бы сказал, концентрированное, не то, что нефть пера сбавленная и сильный окислитель, поэтому такой едкий. Чем заделать отверстие или устранить утечку?» «Нужны благородные металлы, золото, платина, то, что не реагирует ни с чем. Но лучше тот же сплав, из чего сделан топливный бак». Химпи закатил глаза и смотрел куда-то в сторону. «Хорошо, я привезу образец материала. Свойства этого топлива?» «Свойства этого топлива?» Макс вышел из лаборатории и замер от неожиданности. Он уперся носом господина Баранцеля. «Пи-пи, Макс, пришло время нам с тобой поговорить. Теперь ты готов для получения информации обо мне». Макс вспомнил, что говорил Химпи, и это смягчило его. Он понял, что теперь он действительно готов. Наша трансляция перевалила за час. Так, какие-то гости у меня поприсутствовали на трансляции, ушли в ВКонтакте неожиданно. Значит, нам осталось одну главу прочитать, мне осталось. «Ракетное топливо», глава 4. Факт. «Ракетное топливо» содержит в своем составе горючий и окислитель. И, в отличие от реактивного топлива, не нуждается во внешнем компоненте, в воздухе или воде. То есть, в космосе нет внешнего окислителя. Когда самолет летит, он может воздух в себе задуть. Двигатель внутреннего сгорания, он воздух в себя вдувает и использует его как окислитель. Потому что взрыв идет, микровзрыв, это топливно-воздушная смесь. То есть, топливо, смешанное с воздухом, дает взрыв, микровзрыв. А вот в космосе нету не с чем соединить, не с чем соединить, не с чем окислиться. Соответственно, окислитель нужно брать с собой. Вот. Жидкие топлива подразделяются на криогенные, то есть, температура кипения компонентов ниже 0 градусов по Цельсию. То есть, представляете, мы привыкли, что кипение идет выше, да, выше 100 градусов. Но в космосе-то это тоже затруднено, держать такую температуру. И высококипящие, то есть остальные. Твердое топливо состоит из химического соединения, твердого раствора или пластифицированной смеси компонентов. Понятно? О, опять у меня появились люди. После полета космической ракеты за пределами гравитационного поля Земли требуется огромное количество энергии. Поскольку космическая ракета обычно имеет размер двадцатиэтажного дома, для отправки такого огромного объекта в космос требуется огромное количество газообразного топлива. Поэтому нет другого пути, кроме как сжигать его, сжижать его до уменьшения размеров бака. И баки такие кругленькие. Вот у нас есть музей космонавтики, и там интересно, вот он стоит, там какой-нибудь челнок, и вокруг него вот такие шарики. А это топливные шарики. Интересно. Гептил – бесцветная прозрачная жидкость с резким неприятным запахом. Широко используется в ракетной технике. Легко самовосполнименяется с окислителями на основе азотной кислоты и азотного тетраоксида. Тетра – это тройной оксид. Что обеспечивает легкий запуск и стабильную работу двигателей. Обладает сильным токсическим действием. Как любое космическое топливо, оно очень токсично. Любое топливо. Сейчас современное. Наиболее опасным источником отравления является дыхание паров. Вот это я удалю. Вам сейчас зачитаю. В споре Сергея Королева, главный конструктор, один из основных создателей советской ракеты-космической техники, с Валентином Глушко, один из пионеров ракеты-космической техники, о принципах выбора топлива для ракет. Что важнее? Энергоэффективность или экологичность? Королев называл гептил – чёртовая трава. Это как бы известные какие-то факты. Откуда я всё беру? Оттуда, отсюда. Из разных мест. То есть Королёв, он не любил гептил. Но к тому времени вообще экологичность космоса в Советском Союзе не стоял вопрос. И его голос, возможно, был одинок. Сейчас очень много вопросов у нас возникает по экологичности космоса, потому что мы накопили эту мусорность космоса, эту мусорность топлива, которую нужно перерабатывать, его большое количество. Поэтому, может быть, отношение будет меняться. Итак, последнюю главушку, читая пятую на сегодня, заканчиваю трансляцию, вот пятую главу и пятый факт. Глава пятая. «Бросай всё и стань свободным!» Вот так вот звучит. «Шимы, вы должны знать!» кричал на площади Фрейн. «Что вы видите в небе? Это ваше прошлое, которое скрывают от вас. Кто вы? Откуда появились на этих болотах? Почему вас заставляет влачить такой жалкий образ жизни? Кто распоряжается вашей жизнью? Кто решает, сколько риски должно быть на вашем столе?» Шимы стояли, задрав голову. Шар сверкал на небе, но Шимы видели общую картину. Не отдельно, как Фрейн. Для них это было три огромных соединённых вместе непонятных объектов. То есть они не понимали, что это шар, который переносит, да? Они не понимали, шар – это всё то, что летит, или его часть, или что-то ещё, чего здесь нет. «У меня много вопросов!» продолжал Фрейд. «И на какие-то я нашёл ответы там, за болотами. Я дошёл туда и нашёл ответы там». Фрейд показал в сторону болота. «Почему Шимам запрещали ходить на болото? Думаете, кто-то и вправду думал о вашей безопасности? Думаете, зачем вас с детства пугали сказками, страшилками? Чтобы вы нос не совали на болото? Всё для того, чтобы вы не знали правды. Чтобы вы не знали правду или правды. Не знали чего, кого чего. Правда. В родительном падеже. Я не соображаю уже. Вы не знали что. Правда. Вы не знали чего. Мне кажется, правды. Вы не знали правды. Шар стоял. Шар стал падать. Ой, падать. Стал шар... Всё, тяжело уже. Последний глава. Шар стал пропадать из виду. И внимание теперь всё переключено. Шар пропадает из виду. Запятая. И внимание теперь было переключено всё на Фрейда. Шимы начали обступать его со всех сторон. И он почувствовал сильное внимание. Он стал говорить ещё воодушевлённее. У кого пропал урожай Риспи? Опять вода прибыла неожиданно. А почему? Теперь я знаю ответ. Там за болотами есть пустыня. Аномальное место. Там дождь идёт как по щелчку. Начинается резко за минуту налетает... Начинается резко за минуту... Начинается резко за минуту налетает ветер и безоблачное небо заволакивает тучами и начинается небывалый ливень. Потоки воды вымывают всё на своём пути и наполняют воду. Заканчивается всё так же резко как и начинается. Сколько трудов вы тратите чтобы латать свои отсеки рисовых полей? Своих вот как раз полей. Чтобы их не смыло потоком а надо делать дамбу там за болотами. И об этом знают все. Те кто как вам кажется печётся и заботится о вас. а почему они этого не делают? Фрейд оглядел вопросительно и с нетерпением ждал ответа. А потому что в пустыне находится ещё большая тайна. И если вы пойдёте и начнёте отводить воду то тогда найдёте то что от вас прячут. этот этот вот шар который вы сейчас видели его будут изучать горные инженеры его прятали от нас. А почему шимы замерили и ждали что сейчас им всё объяснят. Почему это главный вопрос на который я не знаю ответа. почему это главный вопрос на который я не знаю ответ. Разочарованный вдох прокатился по толпе. Да я не знаю но расскажу то что видел то что я видел шар это контейнер который доставил наших предков сюда откуда зачем по какому праву ответов нет. В пути их кормили и учили покорности. Помните сказки которые рассказывали каждому шименку надо быть послушными кривляясь сказал Фрейд вот мы и выросли все послушными нам сказали не ходить на болото мы и не ходим хоть там и спасение нашего урожая а если будет хороший урожай то что мы перестанут горбатиться от зари до зары и у них появится время на вопросы или время на то чтобы поднять носы и выяснить правду если будет урожай то вы будете сытыми и свободными вы не будете благодарными за миску риспи возмущенный ропот прокатился по толпе Фрейд ликовал его речи производил его речь производила тот эффект который он хотел так пусть нам ответят зачем мы здесь что скрывают от нас что мы должны знать почему они распоряжаются нашим урожаем как свои ездят на мобилях жируют и привыкли прибирать все к своим лапам теперь из нефпи теперь на нефпи начали богатеть мы им не нужны и они больше не будут переживать за вас все можно купить на лесном берегу за деньпи и чем больше вас передохнет тем для них лучше Фрейд кричал и сам забыл что он стоит и кричит свою речь на мобиле и тоже не горбатится на полях риспи и все его слова были и про него но шимы пока не поняли но шимы пока не приняли этого внимания никто их в этом не убеждал а слушали они не про него а про других угнетателей долой несправедливость бросай все стань свободным пусть нам ответят на все вопросы пусть все что скрывают перестанет быть тайным пора спросить их Фрейд пошел и толпа раступилась перед ним он направился к дому мадам Жозепины и господина Баранцеля который умчался не зная что не стоит не зная что не стоит торопиться и тушить пожар ему придется в нескольких местах да господин Баранцель не мог предугадать скорость развернувшихся событий он привык что все держит под контролем что покорные шимы никогда для этого не что покорные Миши никогда до этого не создавали проблем мадам Жозепина вышла услышав шум на балконе она еще не пришла в себя от неожиданного появления мгновенного исчезновения господина господина Баранцель и тут весь город у ее дома она молча высокомерно смотрела на толпу и ждала когда кто-то ей объяснит причину происходящего Фрейд отбрался с мерости и выдал пусть она теперь горбатится на полях респе пусть почувствует на себе что такое работать под раскаленными лучами Петельгейзе Шимы сломали двери и обезумевшая толпа схватила мадам Жузепину и потащила на поля респе верная Сюзюнь села в пимобиле и направилась в другую сторону так все здесь у меня заканчивается заряд так что все я прочитала осталось факт последний аномалий что такое аномалии последний заканчиваю трансляцию сама устала уже аномалии отклонение от нормы от общей закономерности неправильность аномальные явления могут быть звуковыми световыми магнитными и так далее самые интересные конечно те что не могут объяснить ученые исходя из известных законов физики участок горы Арагац в Армении где автомобиль заезжает наверх на нейтральной передаче то есть гора по поклонам а не наверх говорят оптический обман небольшая дорога давно стала объектом для посещения туристов протекающая рядом речка тоже течет в горку что вызывает удивление долина падающих птиц явление не получившее своего научного объяснения родом из Индии долину Джатинга что на севере востоке Индии назвали долиной падающих птиц так долина Джатинга называет долина падающих птиц явления не получившие своего научного объяснения так значит действие происходит в течение двух-трех ночей из года в год на протяжении десятков лет спокойная долина оживает в последние дни лета с неба начинают падать птицы огромное количество птиц прилетевших с северной стороны падают замертво с неба упавшие но выжившие птицы не реагируют ни на людей ни на корм очевидцы описывают состояние птиц как гипнотическое или сомнобулитическое это убрать гипнотическое впервые это явление было описано в 1957 году до сих пор четко в ответ ученых не получено одно из самых живописных природных однований по праву можно считать утреннюю глорию что такое утренняя глория такие облака это редко метрологическое явление вид облаков наблюдаемые в заливе Карпетария на севере Австралии потрясающий вид с высоты или земли заставляет представляет собой облака растянувшиеся по небу огромными пышными полосами ученые изучают это явление ну к общему мне не так люди пришли то есть там такие облака огромные которые накрывают человек остается любоваться редко опасная аномалия мне кстати не нравится это лори хочу сократить редко опасная аномалия обнаружилась на холме Маунт Болди в США этот холм большая пищастная дюна которая называется живой или путешествующей потому что действие ветра каждый год смещает ее до 2 метра но опасность не в том а в загадочных воронках которые стали появляться в дюне впервые о них узнали когда в беду попал маленький турист 6-летний Натан Вессер под мальчика внезапно образовалась трехметровая воротка которая едва не погубила его из песчаной ловушки Натан вытащили спасателя после этого случая ученые взялись заизучить явление зафиксировали регулярное появление таких же воронок до финального воротка Продолжение следует...